А сейчас я предоставляю слово Николаю Платошкину, кандидату в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Повторяю, мы предоставляем слово абсолютно всем. Согласно закону, Николай Николаевич имеет право объяснить свою программу избирателям Хабаровского края. Насколько я знаю, вы хотели поговорить о природных ресурсах. Да, если можно. Добрый день. Можно. Как вы оцениваете ситуацию с природными ресурсами в Хабаровском крае? Так же, как ваш министр здравоохранения Витько, которого давно пора гнать, оценивает ситуацию с бесплатной медициной. Вот, пожалуйста, письмо Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Все отлично. Все прекрасно. У вас оказывается дикая программа лесонасаждения, в том числе ценных пород. Незаконные вырубки леса снижаются. С рыбой тоже все прекрасно. Знаете только в чем проблема? Вот некто господин Постельник, член партии «Единая Россия», председатель постоянного комитета Хабаровской краевой думы по промышленности, у которого хватает наглости сейчас опять идти на выборы, он новый термин придумал. Конфликтные тигры. Ситуация с конфликтными тиграми в результате снижения кормовой емкости угодий и параллельного роста численности тигра. То есть проблема для господина Постельника простая. Тигры и медведи оборзели. Они постоянно амбициозные, конфликтные. Им чего-то все время не хватает. Нет, серьезно, вот написано. Нет, но есть же термин «конфликтная ситуация», это когда тигры или медведи выходят к людям, то есть они же должны обитать в своей естественной среде. Да, только проблема в том, что, понимаете, вот, например, герб Хабаровского края, уссурийский медведь, он же гималайский, он живет-то в дуплах, в широколистных лесах, которых черта и матери все вырубились. Он же даже не бурый медведь, понимаете, который в берлоге-то строит. Ему куда деваться? Вот он мигрирует тупо, в отличие от господина Постельника, с которым они никак не могут договориться, видимо, ему ночевать негде, извините. Наверное, ему стоит подойти к господину. Я не хотел защищать господина Постельника, но не он же вырубил леса. Абсолютно верно, да. Перейдем к лесам. Да. Значит, что происходит в лесах на самом деле, да? Ну, я не знаю, если верить интернету, а вот не Министерству природных ресурсов Хабаровского края, что с лесами-то, наоборот, вырубка-то идет такая, что достаточно на дорогах на лесовозы посмотреть, там, на баржи, на амуре. Значит, есть система учета лесов, называется лес-егоист, да? Ну, то есть, вам дают в аренду деленку. Вы, значит, что-то там вырубили и сообщили, сколько вы вырубили. Да занижается это все в разы. Ну, условно говоря, вырубили, вы, я не знаю, там, один гектар написали, там, 0,2. Вы спросите, а какая ответственность за то, что вы предоставили неправильные данные? Вы сейчас обалдете. 5 тысяч рублей. За каждое дерево или? Нет, вообще, за предоставление достоверных данных о вырубке леса. Вот поэтому, что мы сделаем, если придем к власти красной? Конечно, штрафы будут миллионные. Еще какая проблема? Ну, скажем, накрыли вы незаконного вырубщика. Значит, вы конфисковываете то, что он незаконно вырубил, и обязаны продать. Вы знаете, есть информация, что продают не то с торговым. Ну, то есть, конфисковали вы, условно говоря, классный дуб. Вы должны продать его, как государство, и деньги в бюджет. А продается не дуб. То есть, по документам идет другое? Абсолютно. А есть какие-то доказательства конкретные? Да, конечно. Вот экологи... Я должен сказать, все, что вы говорите, абсолютно правда. Но это я слышу последние 25 лет. Вот. Вот поэтому я говорю, друзья, приходите 8 сентября на выборы и выгоните этих всех товарищей. Ну, я бы не сказал, куда, мне просто неудобно, да, по сенсорным соображениям. Николай Николаевич, телефонные звонки принимаем? Да, конечно. Я причем знаю, какой будет. Николай Николаевич, почему вы живете в Москве, баллотируете... Ну, давайте послушаем. Марина Ивановна, Мария Ивановна, вы не про это будете спрашивать? Алло? Да, слушай, пожалуйста. Говорите, вы в эфире. Алло? Марина Ивановна испугалась, наверное. Пожалуйста, перезвоните, не тратьте время кандидата. Хорошо. При этом при всем, но мы действительно слышим о том, что в последнее время вот есть проблемы, что идут вырубки, но ведь всех не проконтролируешь, опять же. Неправда. Вот коммунистов власти в Иркутске, в Иркутской области с 15-го года чипирование особо ценных пород дерева введено. Ну, то есть, как у вас в телефоне есть чипы. В Иркутской области? Да, в Иркутской области. Это там, где стихийные бедствия в этом году? Ну, стихийные бедствия, они с том, что они навели порядок с лесом, не связаны. Стихийные бедствия, не дай бог... Ну, а где свидетельство того, что они навели порядок с лесом? А свидетельство того, что бюджет они получили плюсом, только потому, что начали учитывать лес нормально, плюс 8 миллиардов рублей для сравнения больше бюджета Комсомольской на Амуре вообще в месте взятого. Так может, просто вообще запретить экспорт кругляка, и вопрос будет решен? А вы знаете, его, вы удивитесь, его практически, наверное, с 1 января следующего года и так запретят. То есть, это что означает? Ведут запретительную пошлину. Сейчас она 40% от стоимости кругляка, это уже много. Накидывайте 40, будет 60. В принципе, в принципе, это правильно. Но с другой стороны, в Хабаровском крае очень высокие энерготарифы на электроэнергию выше, чем в Амурской области. Выше, чем в Владивостоке. Я, кстати, могу объяснить даже, почему, но скажу кратко. Хабаровский край, друзья, спонсирует соседние регионы. Он производит электроэнергию, продает в дальневосточную энергетическую компанию Владивосток, а потом покупает в ней же. Но только... Несколько по другим ценам, да? Вот это безобразие. То я к чему это говорю? То есть, если при таких тарифах лесопереработка все равно развиваться не будет. Ну, подождите, можно вот поспорить с вами по поводу производства электроэнергии? Ну, гидроэлектростанции есть, насколько я помню. В Амурской области сразу две. Лучеборская ГЭС, да. А у нас есть гидроэлектростанции таких вот масштабных? Нет, есть, есть. Почему? Там проблема в другом, понимаете? Вот, скажем, после разгрома Чубайса, МРАУ, ЕС, Россия, у вас три есть компании. Одна в Хабаровске, одна в Владивостоке, одна в Благовещенске. Значит, они все связаны с электроэнергией. Хабаровская производит, одна другая передает. Подождите. А в Владивостоке... В Хабаровском крае есть гидроэлектростанция? Да, конечно. А где? Ну, на Бурее. А вы что, не знали об этом? Тамбургская область. Ну и что, какая разница? Я имею в виду, что Хабаровск производит, один регион транспортирует, а Владивосток продает. И вот, и вся маржа вот этих трех компаний, связанных едино с Дальневосточной энергетической компанией, вся маржа достается не Хабаровскому краю. Хабаровский край на сотни миллионов рублей спонсирует соседнюю регион. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Галина, да? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Николаевич. А почему вы сравниваете стоимость Иркутского электроэнергии и нашу Хабаровскую? Ведь у нас всего одна жесть пыжится. А там пыж. Я, во-первых, меня плохо слышал. Я не сравнивал электроэнергию. Хотя в Иркутской области она очень дешевая. Это связано еще с тем, что они в реформу Чубайса, между прочим, не вошли, в отличие от Хабаровска. Я сравнивал лес. И то, что там леса после учета стало гораздо больше по бумагам, там и в бюджет больше. Это абсолютно верно. Это Путин сказал, который поставил Иркутскую область в пример в качестве промышленно развитого региона. Что касается рыбы, здесь какая ситуация? Если уж про природные ресурсы говоришь. Просто прекрасная тоже. Я 21 августа встречался с губернатором Сергеем Фургалом. Он встречается со всеми кандидатами, только со мной. И он мне сам сказал, я его не спрашивал. Он сказал, благодаря Виктории Юрьевне Цыгановой, я цитирую, все проблемы с рыбой в крае решены за день. Я переспросил, какие? Он говорит, все. Я говорю, ну а конкретно? Все. Значит, ну недавно он посетил Нанайский район, насколько я знаю. Там народ ему сказал просто, что вы нас оставили без рыбы. Ну, собственно, это правильно. Вчера я был на рыбном рынке, на центральном рынке. Очень просили передать, что с ценами все плохо, высокие. Причем просили, самое интересное, это продавцы еще передать, не только покупатели. Проблем с рыбой, насколько я понимаю, две. Обычным любителям ловить не дают, кроме удочки в некоторых местах. Но я попросил бы Виктории Юрьевну и Сергея Ивановича удочкой половить киту. Мне кажется, это несколько дней у них займет, вряд ли чего поймает. Извините, Николай Николаевич, опять телефонный звонок. Ну, ладно, хорошо. Иван Федорович, ну, если объявили, говорите, задавайте вопрос. Николай Николаевич, добрый день. Добрый день. Я вас, в принципе, знаю по 90-м годам. Ну, это время прошло, вы забили же меня. Значит, такой вопрос. У нас наводнение, у нас Амур. Жители Хабаровского края, Николаевска, Комсомольская, выше не могут выйти пловить рыбу. Везде запрет. Надо, значит, разрешили, вот, били, вот, пять километров. Попробуй до этого места доехать. Да что за безобразие, в конце концов. Ну, что, все для народа, но народу балалайку. Ну, как это, хорошо, спасибо за звонок. Собственно говоря, вы сказали то, что я говорю, Сергей Иванович заявил, что это революционное решение, вот, нынешняя Путина, о которой 26 августа началась. Революция в чем? Крупные рыбоулавливающие компании, скажем так, их всего несколько, четыре. Они бьют рыбу смертным боем в устье Лимана. В устье Амурского Лимана ставят заездки, вы знаете, стационарная сеть. Это вообще не рыбная ловля. Эта рыба идет, вот так ставит сеть конусом на разделочный ствол. На них квоты 13 тысяч тонн могут выловить. Они никогда ее не соблюдали и не собираются соблюдать. Революция в том, что на все остальные районы Хабаровского края промысловикам, не людям обычно, выделили полторы тысячи тонн. Ну, наверное, это революция. Остальные люди ловить ничего не имеют права. Вот вы заметите, ленка вы можете поймать на удочку за раз пять штук. А почему в Приморском крае 15? Вы мне можете объяснить? Вот там что, так сказать, ситуация, что ли, другая? Ну, дело в том, что об этой проблеме говорят представители краевого правительства постоянно. Нет. Сергей Иванович сказал, что все решено. А я вам скажу дальше. Он мне сказал, что все проблемы... Он засловно сказал, что все решено? Все проблемы рыболовства Виктория Юрьевна Цыганова разрешила за один день. Вот это было сказано. Это сказал Хургал? Да. Сергей Иванович, я думаю, он подтвердит. Свидетели были и прочее. И самое главное еще, что я хочу сказать. Вот мы с вами платим 13% подоходного налога. Вот у меня вопрос. Вы знаете, сколько платит компания, которая бьет вот этим поедом рыбу в лимане, и которая сюда вот не попадает? Значит, они по бумагам платят 6%. Это единый сельскохозяйственный налог. Я вообще-то из деревни, я не понимаю, какое тут сельское хозяйство. Это ведь даже не ловля в море, где косяк... Это, наверное, федеральная такая мера? Я вам дальше сейчас скажу федеральная. Если бы они еще хоть столько платили бы, ладно. Было бы неплохо. Кстати, пройдем к власти. Конечно, этот налог установим только для рыбозаводных компаний, которые выращивают. И потом забивают и продают без проблем. Налоговая нагрузка на компанию ООО «Восточный рыбокомбинат» по данным ФНС составляет 3,6. Они, например, заплатили земельного налога 10 тысяч рублей. Ну так, для примера, вводного налога 15 тысяч рублей. Другая компания ООО «Ухтопром», кстати, зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Вот тут в письме написано, что они у вас все зарегистрированы. Это неправда. Налоговая нагрузка «Ухтопрома» 1,8. Сельхозналога, эта компания миллиардная, заплатила 9 миллионов рублей. Нормально? Эта проблема решена? То есть, что надо сделать? Надо заставить эти компании, если они не занимаются разведением рыбы, платить полные налоги, а населению разрешить ловить нормально. Чем коренной дальневосточник хуже коренного народа севера? Я не могу понять. Они почему не имеют права ловить? И самое главное, законопроект такой был внесен о послаблении любительской рыбалки в бассейне Амура, в том числе, отвергнут Госдуме партии «Единая Россия», от которой баллотируется Виктория Юрьевна. Хорошо. Это было выступление Николая Платошкина, кандидата в государственную депутаты государственной депутаты российской депутации. Подловили. Второй раз, в первый раз точно так же было. Нет, это правильно. Хочу сказать, что сегодня вечером у нас в студии будет губернатор Хабаровского края, и, соответственно, он может прокомментировать все, что про него сегодня сказали. Абсолютно. Продолжим свою рекламу. Это реальные кадры. Все самое горячее с улиц нашего города.